Прокатиться на коньках, послушать концерт и сфотографироваться с елкой. Вся эта новогодняя сказка возможна на центральной площади. Праздничный городок ждет всех жителей города. В центре Владивостока засияли яркие гирлянды, фигуры и надписи. В этом году праздничное оформление площади было выполнено по мотивам сказок Пушкина. Горожане уже успели сфотографироваться с главным символом Нового года – новогодней елкой. Зеленые ветви украшают красные, золотистые и серебряные шары. А с наступлением темноты зажигаются светодиодные гирлянды, образующие ромбы. Высота главной красавицы Приморья в этом году – 28 метров. Пространство площади разделено на тематические зоны. Фотозоны со снежными фигурами, горки, каток, снежный замок и ярмарочные домики. Очень красиво, много разных красивых елок, фигуры снежные, красивые. Молодцы! Лично все нравится, все красиво. Очень нравится. Фото им все, фотосессия идет. Атмосфера хорошая, добрая. За этот год не было такой атмосферы ни разу. Абсолютно. Вот сейчас пришли, вдохнули, такое предпраздничное настроение. И телевизор, и люди, и вы. Ну просто великолепно. Господи, пусть все это продлится на весь Новый год. Детвора катаются с горок. Их установили две. Большую и поменьше. Обе засыпаны снежным барьером, чтобы дети не вылетали на асфальт. Сейчас там очереди желающих прокатиться. Еще одна очередь устраивается по вечерам к резиденции Деда Мороза, которая расположилась в прозрачном шатре с искусственным снегом. Увидеть главного волшебника – мечта каждого ребенка. На площади с дедушкой можно будет поговорить и сфотографироваться. Дед Мороз будет ждать посетителей 31 декабря с 6 до 8 вечера и на каникулах с 1 по 7 января. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на 8. Субтитры создавал DimaTorzok